МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите наши новости в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Начнем мы сегодня с главной новости для нашей редакции. Для наших новостей этот эфир станет последним. В понедельник в Барнауле запускается новый телевизионный канал Толк. Это наш ответ цифре. Переход на цифровое вещание серьезно меняет телевизионный медиарынок страны. С уходом аналога региональные независимые студии лишаются своих привычных эфирных площадок. Наши новости решили уходить в кабель и интернет. О прошлом и будущем. Андрей Дреер. Телефон нашей редакции 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи. Евгения Даровская в кадре вот уже 13 лет с самого основания программы «Наши новости». Пока новую студию еще готовят к эфирам, она вспоминает о прошлом в этой временной и теперь уже последней студии наших новостей. Начиналось это как амбициозный проект, в который тогда вокруг мало кто верил. Ждали, ну, ну, давайте, что там у вас получится. Вот так примерно за нами наблюдали. Но это действительно выстрелило, потому что был молодой коллектив на энтузиазме. Здесь в 1955 году он случайно встретил председателя сервиса композиторов СССР. Но лучше назвать судьбой. Наши новости всегда были альтернативным телевидением. Освещали проблемы, о которых молчали другие телеканалы. И никогда не боялись задавать неудобные вопросы даже самым влиятельным людям края. Почему после проливных дождей Барнаул превращается в Венецию? Вы почему всегда негатив ищите какой-то? Все в хорошем, вам нужно найти негатив. Ну, скажите, какая дорога хорошая стала по красноармейскому? Хорошая? Нашли Ливневку, все колодцы. Вы об этом говорите, о добром, о добром. О добром тоже будет, но уже под новым брендом. Телеканал Толк. Задавать острые вопросы и рассказывать интересные истории продолжит тот же коллектив, но в новых форматах. Проведите этот день с Толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Главная идея – Толк – это городской информационный канал для умного зрителя, который хочет не просто потреблять новости, а понимать, что происходит. Для зрителя, который сам хочет участвовать в решении проблем. Да, мы ориентируемся на интерактив, когда зритель становится активным участником проектов. В первую очередь это будет отражено в программе «Коммунальный патруль», где мы создаем коммунальную карту города. Каждый зритель может оставлять свои заявки. Мы будем это отрабатывать, наблюдать за этим в режиме реального времени. Коммунальная карта города. Все наши проекты и программы уже на следующей неделе появятся на нашем информационном портале Толк. Он начал работу полгода назад, как традиционный интернет-издание, но уже с понедельника пополнится нашим видеоконтентом. На этом портале можно будет смотреть прямой эфир. В ленте новостей следить за актуальной информацией, а программой смотреть во вкладке телеканала Толк. Создание нового кабельного канала – это вопрос выживания, это вынужденная мера. Для того, чтобы быть полноценным кабельным каналом, к нему предъявляют определенные требования. Это 24-часовое вещание. Поэтому мы создали с нуля новый канал, который будет 24 на 7 вещать. В этом году вся страна переходит на цифровой формат ТВ-трансляции. Региональному телевидению в этом новом цифровом мире места не нашли. Но именно кризис часто позволяет притворить в жизнь смелые идеи. Так и телеканал Толк. Это не просто новости. Мы выйдем за границы информационного вещания, появятся новые программы и проекты. Но начинается все, конечно, с новой студии. Мы сейчас здесь. Это студия Толка. Всего мы вам показывать, конечно, не будем. Сохраним интригу до первого эфира. Ведь уже скоро на этих фонах вы увидите лица знакомых ведущих. Среди них, конечно, будет Евгения Даровская. Скоро и я в конце сюжета скажу вам. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Ну а пока Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. Ну а мы перейдем к другой не менее важной теме, правда, уже российского масштаба. В Госдуме сейчас обсуждают проект закона об ужесточении наказания за ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Если новый закон одобрят, максимальное наказание для нарушителей будет не 9, а 15 лет лишения свободы. Новый закон, к слову, поддерживают депутаты всех фракций. Это понятно, ведь каждый год на дорогах по вине пьяных водителей гибнет и травмируется десятки тысяч человек. Поможет ли новый закон снизить аварии на дорогах? Или гонщики переедут и его? Пыталась разобраться Валентина Аскерова. Выпишь бокал, два шампанского, вина. Ну не хочется оставлять машину, потому что утром за ней ехать, возвращаться неудобно. И думаешь, ну доедут, тут рядом. Таких любителей быстрой езды в Ахмелю в Барнауле очень много. Только с начала этого года инспекторы задержали почти 500 нетрезвых водителей. Дмитрию пока везло. Его ни разу не ловили. Конечно. Страшно, что остановить, решиться прав не хотелось бы. Но всегда вот в такие моменты почему-то не думаешь о том, что будет. Думаешь, ну ничего страшного. Немножко как рулетка испытать удачу. О поклонников рулетки инспекторы ловят каждую неделю. В этом году, рассказывают специалисты госавтоинспекции, жертв по вине пьяных водителей пока не было. Зато за два прошлых года статистика неутешительная. В прошлом году по вине пьяных водителей погибло 7 человек. К сожалению, такие трагические цифры у нас. Конечно, это много. А позапрошлыми? Также 7. А виновники таких страшных ДТП уже по закону жанра остаются в живых. Достаточно вспомнить гонщика на БМВ Александра Руденко, который, будучи не трезв, сел за руль. В результате ДТП погибли 3 человека. Среди них двое маленьких детей. На днях Руденко дали 8,5 лет колонии-поселения. Такого мягкого приговора вскипел весь Алтайский край. Пользователи соцсетей сочувствуют родственникам. А те, в свою очередь, будут обжаловать приговор. А вот если законопроект об ужесточении наказания за ДТП вступит в силу, то за причинение тяжкого вреда здоровью виновнику будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас до 4 лет. В случае гибели человека от 5 до 12 лет. Сейчас от 2 до 7. Если в ДТП несколько погибших, виновного отправят в места не столь отдаленные на срок от 8 до 15 лет. По действующему закону от 4 до 9. По словам экспертов, такие меры сдержат горячие головы. Я, по крайней мере, надеюсь, что это каким-то образом хотя бы какое-то количество людей просто спасет. Вот кто-то просто очередной, кто-то сядет и поедет. А кто-то вспомнит, что это 15 лет потенциально. И скажет, ну 15, 10, не суть важно, что это сломанная судьба, что это погибшие люди и так далее. И вот как-то возьмет и заглушит автомобиль. Ужесточение наказаний за пьяные происшествия коснется не только тех, кто за рулем автомобиля. Трагические случаи с пьяными капитанами за штурвалом морского, речного и воздушного транспорта тоже происходят. Конечно, в первую очередь проект закона коснется пьяных автомобилистов, по вине которых, по данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, гибнет более 4 тысяч человек в год. Но на данный момент наказание для севших за руль после принятия на грудь горячительного остается прежним. Если бы новый закон уже работал и пьяные ДТП приравнивались к умышленному убийству, то Александр Руденко однозначно понес бы более серьезное наказание. Или вообще не сел бы за руль и не надеялся на русское авось. Пронесет. Не пронесло. Валентина Аскирова, Александр Андропов, Андрей Печоркин. Наши новости. В Бийске из незаконного оборота изъята крупная партия алкоголя и табачной продукции. Ни на пачках сигарет, ни на бутылках со спиртным не было акцизных марок. Ну, а если и были, то напечатаны на обычном струйном принтере. Известно, что в городе на протяжении нескольких лет действовала преступная группа. В ходе масштабной спецоперации удалось задержать 6 человек. В полиции по данному делу возбуждено уголовное дело. Подробности прямо сейчас. Это для нас в руках сотрудника ОМОНа болгарка. Для силовиков же это своего рода ключ от всех дверей. По оперативной информации в этом гараже находится склад контрафактной продукции. Полицейские не ошиблись. Буквально снизу доверху помещение забито коробками с сигаретами. Это не единственное место в Бейске, где сотрудники правоохранительных органов нашли контрафактные сигареты. В общей сложности из незаконного оборота было изъято почти 9 тысяч блоков. Объемы колоссальные. По одной из версий, вся эта нелегальная продукция была доставлена в Наукоград из Белоруссии и Казахстана. Предприниматели наладили рынок сбыта. Не исключено, что сигареты они продавали в мелкие торговые точки, как в Наукограде, так и на территории всего Алтайского края. В общем, бизнес приносил вполне солидные дивиденды. Смотри. Раз, два, три, четыре коробки. А здесь, в гараже, расположенном на территории частного жилого дома, хранили алкогольную продукцию. В ходе обыска удалось изъять сотни литров нелегального спиртного. Алкогольная продукция производства якобы республики Казахстан. Подпольный склад с алкоголем сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России Бейская выявили в ходе оперативных мероприятий. Сам хозяин заявил, что спиртное не продает, а все эти запасы сделал исключительно для себя. Вам какая разница? Как и сколько я тут? Часто скинь, шашлычки, жарим. В этот день бейские полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОНа провели обыски в квартирах и гаражах подозреваемых. Ориентировочно оперативникам удалось изъять из оборота контрафактной продукции на несколько миллионов рублей. Все изъятое направлено на экспертизу. В результате пророчной закупки был задокументирован факт реализации алкогольной продукции с признаками контрабактности использования отдельной акцессовой марки. В настоящее время воздушные уголовные дела проводятся в исках, месту жительства, гаражах и складах, где хранится алкогольная продукция. Полиции уже возбудили несколько уголовных дел. В совершении преступлений подозреваются шесть человек. Расследование продолжается. Участникам преступной группы грозит реальный срок лишения свободы. Евгений Плохотин при содействии пресс-службы бийской полиции. А в Барнауле сегодня главное событие дня – общегородской субботник. Около 40 тысяч человек вышли на улицы, в скверы, парки. Им в помощь городская администрация предоставила более 300 единиц техники. Как проходила генеральная уборка краевой столицы? Илья Кочетков. Грандиозные уборки проходят сегодня везде, где накопилось прошлогодние листва и мусор. В первую очередь, конечно, убирают самые знаковые места города, такие как, к примеру, сквер на площади Свободы. Всего Барнауле привели в порядок около 400 тысяч квадратных метров скверов, парков, газонов во всех районах города. Как всегда, основной упор на ручной труд. Именно так, признаются участники, можно очистить газоны и заросли наиболее эффективно. А работать приходится много и упорно. Самые людные места порой оказываются самыми замусоренными. Пластиковые бутылки в основном, бутылки из-под пива, окурки. Но то, что не гниет, это основная проблема. Вообще, пластиковая бутылка 90%. Кстати, сегодняшней уборкой дело не ограничится. Завтра, в нерабочий день, многие барнаульцы намерены прийти в один из городских парков, который уже неофициально окрестили народным. Один из самых массовых отдельно взятых городских субботников пройдет завтра здесь, в парке Октябрьского района, известном также как Изумрудно. О намерении посубботничать в парке через соцсети заявило уже больше ста человек. Организаторы надеются, что если позволит погода, они уберут не только мусор, оставленный людьми, но и высокий бурьян, которым заросла значительная часть парка. Илья Кочетков, Александр Антропов, Наши новости. Продолжим объединиться, чтобы социальные законы были приняты. В региональном отделении партии «Справедливая Россия» обсудили перспективу объединения социально ориентированных политических сил. Экспертные слушания привлекли внимание представителей партии «Родина», политтехнологов, общественников, а также научного сообщества. Инициативы оппозиционных партий часто так и остаются инициативами. Например, в марте в Госдуме отклоняли законопроект о том, чтобы упростить выдачу жилья детям-сиротам. А еще раньше не поддержали предложение «Справедлива Россов» передавать по наследству страховую часть пенсионных накоплений и о компенсациях матерям по уходу за ребенком до трех лет. И таких примеров немало отмечают участники «Круглого стола», независимо от политических убеждений. Причина в меньшинстве и разобщенности. Поэтому «Справедлива Россы» предложили оппозиционным партиям объединиться, чтобы вместе создать противовес в парламенте. Стратегические задачи для того, чтобы продвинуть законопроекты, с которыми идет «Справедливая Россия», на которые настаивает. В первую очередь это введение прогрессивной шкалы налогообложения. В вторую очередь это альтернативный пенсионный законопроект. И третье, на чем мы категорически настаиваем, это комплекс законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Подобные экспертные советы вслед за Госдумой в Москве сейчас проходят во всех регионах. В крае идеи уже поддержали руководитель регионального отделения партии «Родина» Сергей Убраев и руководитель фракции КПРФ в Алтайском ЗАГС-собрании Максим Талдыким. Евгения Даровская, Николай Шелко. Наши новости. Недорого и без очереди. В Барнауле открылась новая аптека новосибирской компании, где обслуживание покупателей полностью автоматизировано. К тому же здесь и поиском нужного лекарства занимается техника. Скорость и удобство. Такой главный принцип первой в Барнауле аптеки робота «Мелисса», открывшейся в формате дискаунтер. Теперь долгие очереди перед кассой в прошлом. Все благодаря электронной системе талонов. Ожидать поиск нужного товара тоже не придется. С этим справится робот. Внутри робота работают две умные головы, которые распределяют товар по полочкам. Скорость выдачи с момента подачи заявки потребителя на кассу составляет 8-12 секунд. В «Мелиссе» также можно заранее заказать товары онлайн на сайте. Они, кстати, представлены в широком ассортименте. Это и лекарственные препараты, биологически активные добавки, медтехника, детская продукция и огромный спектр лечебной косметики известных брендов. Самое главное, специалисты аптеки «Мелисса» всегда готовы помочь вам сделать правильный выбор. А цены на ассортимент вас приятно удивят. Через пару минут погоди, а пока еще немного полезной информации. Один из ведущих застройщиков Алтайского края объявил об особых условиях приобретения квартир. Жилищная инициатива предлагает программу «Семь счастливых домов». Если вы давно хотели приобрести квартиру на выгодных условиях, то сейчас настал этот момент. В «Семь счастливых домов» от жилищной инициативы входят новостройки на Ядринцево – 95, 60 лет Победы – 9, Солнечная поляна – 67, Космонавтов – 17, Семенова – 30, 32 и 34. Застройщик предлагает субсидированную ипотеку от 6,4%. И это еще не все. Покупатели получат льготную ипотеку и бесплатное остекление лоджии и балконов. А также будущие обладатели трехкомнатных квартир от нашей компании получают в подарок один квадратный метр жилья. Жилищная инициатива отличается развитой инфраструктурой своих микрорайонов. Например, в Димитровских горках строится двухуровневая парковка, в которую можно попасть, не выходя из дома. Также тут будут удобные проходные подъезды, вместительные грузовые лифты, горизонтальная разводка отопления. Рядом со всеми домами, которые участвуют в программе, расположены детские сады, школы, магазины, а просторные спортивные площадки во дворах порадуют семей с детьми. Предложение «Семь счастливых домов» действует до 31 мая. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте. Ну а сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту Банка Восточный. 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в Банк Восточный. На большие территории края пасмурно, в Вийске и Белокурихе до 3 тепла, в Рубцовске до 4. В Барнауле пасмурно, восточно слабый ветер, ночью минус 5, днем до 6 тепла. Это все новости к этому часу. Напоминаю, телефон редакции 722-440. До встречи на новом канале. Продолжение следует...